Специалист, от которого ждут высокого профессионализма, а иногда и чудо, врач-онколог. От представителей этой профессии требуется особое внимание и чуткость. Хотим вас познакомить с молодым специалистом, выбравшим такую сложную специальность. Знакомьтесь, врач-онколог, областной онкологический диспансер Надежда Влас. Надежда, здравствуйте. Здравствуйте. Давно ли вы работаете на Сахалине и в чем заключается ваша работа? Работаю на Сахалине совсем недавно, с октября месяца 2022 года. Моя работа заключается в том, чтобы диагностировать у пациентов заболевание злокачественное, подтвердить наличие или отсутствие данного заболевания. Если оно подтверждается, то дальнейшее обследовать пациента и определить тактику лечения пациента. Также важным являются мои задачи – это правильно сообщить пациенту о его заболевании, если подтверждается все-таки оно. Потому что даже на первой стадии пациенты очень сильно переживают, и надо правильно до них мягко донести, чтобы они поняли, что ничего страшного пока нет, можно лечиться, есть лечение. Скажите, насколько важно и важно ли выявлять на первых стадиях онкологические заболевания? Это очень важно, потому что от стадии заболевания зависит и тактика лечения. То есть чем меньше стадия, то есть чем раньше мы выявили данное заболевание, тем у нас больше шансов есть, что мы сможем максимально, скажем так, помочь пациенту. Излечить пациента невозможно полностью, но возможно сделать так, чтобы это заболевание длительно больше не беспокоило. А некоторых пациентов у их заболевания это может даже и до конца никогда не потревожить, если мы на первой стадии его обнаружили. А оборудование здесь на вашем рабочем месте помогает выявлять на ранних стадиях заболевания? Да, у нас есть нужная аппаратура, которая может нам помочь в этом. Это в основном именно инструментальные методы обследования, которые нам могут помочь выявить распространённость заболевания. И также это гистологический метод исследования, который гистология проводится у нас на Сахалине. Многие пациенты думают, что это не у нас, где-нибудь в Хабаровске. Гистологию делают у нас. И это нам помогает выявить, скажем так, гистологический тип этой опухоли, чтобы потом правильно подобрать лечение. Скажите, а даже если не пациентам, а вот здоровым людям, важно ли проходить регулярную диспансеризацию для профилактики? Это очень важно, потому что пациенты, если планово не проходят диспансеризацию, они могут очень длительно вообще не посещать врачей. Это точно. Да, пока у них что-то не начнёт болеть. Но надо понимать, что на первой стадии рак не болит. На второй, даже на третьей стадии он может не побеспокоить. Только на четвёртой, когда уже начинают поражаться остальные органы. Поэтому, когда пациенты проходят плановую диспансеризацию, там даже минимум обследований, которые им дают, это рентген грудной клетки, там УЗИ. Это тоже может помочь выявить какой-либо процесс в организме патологический. Поэтому это очень важно. Спасибо, Надежда, за Вашу работу, такую важную, очень сложную. Желаем Вам успехов. Мы рады, что у нас такие молодые специалисты к нам приезжают и так неравнодушны в своей профессии. Спасибо Вам большое. Мы гордимся тем, что к нам приезжают талантливые, образованные люди. Сахалинская область – лучшее предложение. С уважением к людям. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова